О безопасности, итогах летней оздоровительной кампании и других важных темах глава Чувашия Михаил Игнатьев провел очередное еженедельное совещание с членами правительства республики. Подходит к концу летний сезон отпусков, студенческих и школьных каникул, а это значит, что можно подвести предварительные итоги по соблюдению безопасности на воде. Ежегодное количество происшествий и погибших на воде идет в сторону уменьшения. На сегодня 34 происшествия, за купальный сезон 25 погибших, в том числе один ребенок. Несмотря на положительную тенденцию, профилактическую работу в этом направлении надо продолжить, ведь за каждой цифрой человеческая жизнь. Отдых в различных оздоровительных и школьных лагерях в этом году прошел без ЧП. Летняя оздоровительная кампания у нас прошла без каких-то происшествий, не было выявлено никаких массовых заболеваний. Все обязательства перед родителями, прежде всего это малоимущие родители, мы в этом году выполнили. Около 12 тысяч подростков в период летних каникул нашли себе временную работу. В большинстве своем ребята занимались общественно полезным трудом и, что самое важное, не болтались без дела по улицам. С нетерпением ждут 1 сентября родители и школьники, живущие в столичном микрорайоне по улице Гладково. Здесь наконец-то откроется новая современная школа на 1100 мест. По различным программам школы республики в этом году получат новые книжные фонды собственной транспорты. В республике ежегодно обновляется книжный фонд. Школа в этом году закуплена пока на 180 тысяч учебников, учебных пособий, но еще дополнительно выделена к тем 54 миллионам рублей, еще 107 миллионов рублей при уточнении бюджета. Парк школьных автобусов в республике составляет 338 единиц. Все школы обеспечены в достаточном количестве. На сегодняшний день к новому учебному году готовы почти все учебные заведения республики, за исключением четырех, где еще не завершены капитальные ремонты. В этом году выделены и освоены эти средства на создание более качественных условий для обучения школьников, на приобретение учебников, учебно-наглядных пособий. Выделяются большие средства на безопасность, на доступную среду. В целом, я считаю, что вся подготовка в школе в этом году, она более благоприятная и более эффективная. Еще одна важная тема – безопасность учащихся. В этой работе нет мелочей. Камеры видеонаблюдения, охранные посты в школах, преграды при въезде на ведомственную территорию. Это с точки зрения безопасности детей, безопасности родителей только делается. Мы оперативной информацией владеем, мы обмениваем все эти информации, и Росгвардия здесь подключена, соответственно, и все эти полицейские сотрудники будут обеспечивать охрану общественного порядка. На совещании были озвучены и другие вопросы. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика.